Здравствуйте, в эфире авторский YouTube-канал «Современный разговор» с Расимом Бабаевым. Сегодняшний мой собеседник – чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Венгрии Тайер Тагизаде. Здравствуйте, Тайер Мелин. Здравствуйте, Расим Мелин. Спасибо за приглашение. Тайер Мелин, мы с вами планировали время эфира на понедельник, на вторник, но вот получилось так, что записываемся в то время, когда в Турции происходят природные катаклизмы и многочисленные человеческие жертвы и многочисленные разрушения, что без сомнения нас очень печалит. И, ну, будем с вами работать. Да, будем работать, но, наверное, следует тогда начать с выражения самого искреннего соболезнования братскому турецкому народу в связи с ужасной катастрофой, постигшей братскую Турцию, землетрясения и огромные совершенно человеческие… Знаете, говорят, есть такое высказание классика, что потеря даже одной человеческой жизни – это трагедия. Но я думаю, что то, что произошло в Турции – это трагедия крат икс, потому что огромное количество жертв совершенно не вписываются ни в какие рамки разрушения. Как бы у каждого из нас есть человеческий фактор, у нас живут там друзья, знакомые, помимо того, что это братский народ, в том числе и у меня, и мои самые искренние пожелания здоровья сейчас и с бывшим известным турецким футболистом Акрем Макшоулу, супругом посла Турции в Будапеште, которая вылетела к нему. Его тоже накрыло в разрушенном здании, но, слава Богу, спасли человека. Так что всем здоровья, кто пострадал, и глубочайшие соболезнования семьям тех, кто покинул этот мир. Лария Метеляцин и скорейшего выздоровления всем, кто спасся от этой природной напасти. Тайр Налим, я хочу вам еще раз выразить благодарность за то, что вы один из немногих действующих дипломатов, послов Азербайджанов, которые как бы жалуют мой авторский независимый YouTube канал. Вы занимали должность посла стратегической для Азербайджана в Великобритании. Сейчас занимаете должность посла стратегической для Азербайджана в Венгрии. Как известно, 30 января состоялся визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Будапешт. Встреча с президентом и с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном и Каталин Новак. И во время этого визита было подписано несколько соглашений, в том числе совместная декларация о расширении стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией. А также, значит, мемориадум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере природного газа между Министерством экономики Азербайджана и Министерством иностранных дел и торговли в Венгрии. В том числе, это, наверное, наиболее такой, как бы, значимый документ в череде 5-6 документов, которые были подписаны. Что вы можете сказать по итогам визита и вообще, как развиваются отношения между Баку и Будапештем? Ну, я начну с ответного комплимента, совершенно искренне, Верси Мелли. Я думаю, что то, что я стараюсь по возможности, когда вы меня приглашаете, всегда отзываться на это приглашение и участвовать в вашей передаче, в вашем авторском канале, наверное, обусловлено несколькими вещами. Ну, во-первых, это обусловлено тем, что у нас с вами, как бы, издревле еще с момента, со временем моей работы в пресс-службе МИДа, сложились хорошие такие, очень коллегиальные, товарищеские отношения. Ну, и в не меньшей степени это зависит от того, что ваш разговор не только современный, но всегда очень актуальный, вдумчивый, аналитический. А это, наверное, самое главное. Я выражаю благодарность еще раз за это приглашение и, с вашего позволения, перейду к сути вашего вопроса, к визиту президента Азербайджанской республики, его прерасходительства Ильхам Алиева в Венгрию. Визит этот действительно был очень насыщенным, несмотря на относительно небольшую продолжительность, статус его был официальным, но если вы посмотрите на наполняемость его встречами, на интенсивность переговоров, на тот пакет документов, которые были подписаны, даже на протокольное оформление этого визита, то по всем параметрам это был, конечно, визит государственный. И был он государственным, с моей точки зрения, еще по одной причине, потому что он не только подытоживает определенный период в развитии двусторонних стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Венгрией, но и определяет их направление на будущее, направление развития этих отношений. Я, с вашего позволения, наверное, коротко обрисую еще раз, напомню нашим слушателям, тем, кто, возможно, не обратил особого внимания на, или как-то запамятовал о том, что происходило, о наполненности визита. Визит включал в себя две очень значительные встречи, большие и совершенно не протокольные с точки зрения неформальности своей, а с точки зрения глубины и широты обсуждавшегося спектра вопросов. Это встреча с президентом Венгрии госпожи Каталин Нолак и встреча с премьер-министром этой страны Виктором Морганом. Обе встречи проходили по одной и той же схеме. Сначала встреча тет-а-тет, причем значительно, очень продолжительная во времени в обоих случаях, и потом встречи в составе делегации, в расширенном составе делегации, и, как иногда еще называют, пленарные встречи. Помимо этого, состоялась совместная пресс-конференция президента Азербайджана и премьер-министра Венгрии. Был подписан пакет документов. Ну, а как бы о чисто протокольных моментах визита я сейчас умолчу, ибо не об этом речь, наверное. Я думаю, что уже, если остановиться на чем-то из этих конкретных элементов визита, то уже, наверное, сам спектр документов, вы коротко упомянули об этом, является очень хорошим показателем того, какое значение имел визит президент Азербайджана в Венгрию. Вы сказали о двух документах, назвали их самыми значимыми. Вы знаете, для меня это очень сложно, выделить какой-то конкретный документ. Да, несомненно, декларация, подписанная на новом этапе, премьер-министр Орбан вообще очень интересно ее характеризовал, говоря с венгерскими медиа, он назвал ее декларацией о приоритетном стратегическом партнерстве. Это документ, который имеет очень мало аналогов в отношениях государства постсоветского пространства с европейскими партнерами в отношениях в Венгрии с иностранными государствами. Это вообще уникальный совершенно случай. Так вот, этот документ, конечно, необходимо выделить. Но о том, что нужно выделять вместе с ним, для меня этот вопрос открыт. То есть идет ли речь о меморандуме в области газового сотрудничества или, может быть, о меморандуме в области миграции, а может быть, это меморандум между Шишо и Веспером, для меня он тоже очень значим, и по своей новизне, по своей, если хотите, уникальности, и по будущему значению для развития системы международных связей культурной столицы Азербайджана и культурной столицы Тюрского мира на 1923 год. И не случайно, что президент Азербайджана неоднократно отмечал, что когда в 2009 году именно в Будапеште была конференция по Набуку, именно тогда, вследствие неспособности Евросоюза найти источники финансирования, этот проект был отставлен в сторону. И сейчас очень символично, что сейчас именно Азербайджан нашел возможность реализации и нашел в себе, если хотите, силу в дополнение к политической воле добиться возвращения к этому проекту, да, в модифицированной форме, но, тем не менее, возвращение к проекту, реализация которого будет очень схожа с реализацией Набуку, так как он задумывался тогда, 10 с лишним лет назад. Следующий пакет вопросов, значит, как вы можете охарактеризовать уровень договорно-правовой базы между нашими двумя странами, какое количество соглашений он в себя включает, какие соглашения готовятся к подписанию, были подписаны, но наверняка, наверняка еще будут подписаны, когда ожидается межправкомиссия, очередное заседание и товарооборот, это вот все экономические, как бы пакет вопросов, какие новые сферы сотрудничества рассматриваются сторонами? Спасибо большое, мне очень приятно на самом деле с вами вести диалог, я это говорю не для того, чтобы сказать вам то, что вам понравится, а на самом деле это так, потому что вы очень логично выстраиваете цепь вопросов, и, соответственно, я могу аналогичным образом, логичным, надеюсь, логическим образом планировать свои ответы и не повторяться, отвечая на вопросы. На самом деле, да, если говорить о договорно-правовой базе, то она у нас достаточно развитая, свыше 50 документов, но проблема заключалась в том, что мы на протяжении довольно длительного времени, возможно, частично из-за пандемии, возможно, по другим соображениям, логистического характера, довольно долго ее не пополняли. И я думаю, что тот пакет, который был подписан в этот раз, а это семь документов, я позволю себе напомнить, явился хорошим очень таким шагом по восполнению этого пробела, если его так можно назвать. Думаю, что сама, я вот сейчас пытаюсь какое-то правильное слово найти, палитра, что ли, если хотите, извините, если это слово неуместно, этих документов, она свидетельствует о том, что отношения у нас не только очень глубокие, но и широкие, всесторонние, потому что здесь у нас есть и основополагающий базовый политический документ, определяющий перспективы нашего стратегического партнерства, здесь у нас и подкрепляющие, дополняющие и притворяющие его в жизнь документальное оформление, новое документальное оформление отношений между Министерствами иностранных сделок, я имею в виду Межминовский протокол, меморандум в области газового сотрудничества, о котором вы упоминали, упоминавшиеся мною меморандумы в области миграции и меморандум между Шушой и Веспремом, а также сельскохозяйственный документ, меморандум о взаимопонимании в области фитосанитарного контроля и карантина растений, и миграционные сложения, я уже упоминал, я не упоминал о космосе, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области изучения и деятельности в космосе в мирных целях. Который был заключен между Министерством цифровых технологий и транспорта Азербайджанской республики и Министерством иностранных сделок торговли Венгрии. Вы знаете, вот этот вот набор документов, он на самом деле не только все объеменчий по своему охвату, но и является очень четким отражением тех отношений, которые существуют между Азербайджаном и Венгрией. Потому что у нас практически за небольшими исключениями нет сфер, которые отставали бы. Наоборот, я бы сказал, что отдельные сферы соревнуются между собой за лидерские позиции в отношениях между Азербайджаном и Венгрией. И в этой связи, наверное, очень важно было бы отметить, что, переходя ко второй части вашего вопроса, буквально в ближайшие дни, а если быть совсем точным, 16-17 февраля этого года, в Будапешт состоится очередное заседание межправительственной комиссии между нашими двумя странами, которое должно стать подкрепляющим и развивающим элементом, как бы вдогонку вслед за президентским визитом. Мы ожидаем еще ряд других визитов и из Азербайджана в Будапешт, и с венгерской стороны в нашу республику. Буквально на ближайшее будущее, сразу после, конечно, прав комиссии, то есть речь идет о марте-апреле. И все это, наверное, в значительной степени позволит нам выйти на тот уровень, который был обозначен в декларации о стратегическом партнерстве, в новой декларации о развитом стратегическом партнерстве, которая была подписана президентом Азербайджана и премьер-министром Венгрии. Если последнее, что там осталось, это был ваш вопрос в отношении новых документов, которые, возможно, подписание которых можно ожидать в ближайшем будущем. На самом деле, да, есть их немного, но есть некоторые документы, которые мы не успели доработать в силу чисто логистических причин. Я не хотел бы сейчас их анонсировать, потому что я не знаю, будут ли они готовы к межправкомиссии или, возможно, это останется на следующий визит, надеюсь, уже с венгерской стороны в Азербайджан. Но могу вам сказать, что как минимум еще два документа в работе. Тайр Мэнн, а по товарообороту можете тоже озвучить? А, товарообороту, простите, простите, моя ошибка, вы говорили о товарообороте. Я помню, я в прошлый раз, по-моему, во время беседы с вами сказал, что товарооборот у нас абсолютно неадекватен тому уровню отношений, который между двумя странами существует, и как бы небольшая подвижка уже есть. Я сказал, что это одна из главных задач для меня, постараться добиться кардинального роста товарооборота, товарооборота, о котором мы говорили, тогда был, понятно, 35-36 миллионов долларов США, абсолютно как бы неадекватно, для двух стран с суммарным населением, превышающим 20 миллионов человек, и учитывая экономический потенциал как Азербайджана, так и Венгрии. Ну вот эта цифра немножко сдвинулась, как бы с мертвой точки. По итогам прошлого года цифра составила 47 миллионов. Я понимаю, что это пока еще не тот уровень, о котором мы с вами говорили в прошлый раз, но тем не менее это уже прогресс, и прогресс как бы достойный внимания. Более того, во время переговоров был обсужден целый ряд направлений сотрудничества за пределами даже того пакета документов, которые были подписаны, и я надеюсь, что они будут способствовать росту вот этой вот цифры. Потому что ведь вы же понимаете, что цифра товарооборота – это не самоцель, это показатель отношений экономических между двумя государствами и возможности задела на будущее в этих отношениях. Я думаю, что товарооборот резко пойдет вверх, что в конце прошлого года было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области развития передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. На прошлой неделе в Баку прошло 9-е министерское заседание в рамках консультативного совета по южному газовому коридору и первое министерское заседание в рамках консультативного совета по зеленой энергии по реализации вот этого соглашения, которое я озвучил. Было подписано между Азербайджаном и Румынией соглашение о поставках в Румынию миллиарда кубометров азербайджанского газа. Также участие в этом мероприятии принял министр иностранных дел и торговли в Венгрии Петер Сиярту и он провел встречу с министром экономики Азербайджана Микаэлом Джабаровым. Если не ошибаюсь, там тоже вот шла вот вопрос, обсуждались, готовясь к подписанию между Баку и Бутапештом аналогичного соглашения о сотрудничестве и поставках в Венгрию азербайджанского природного газа. Вы знаете, если вы взглянете на основные положения меморандума по взаимопониманию и по сотрудничеству в области природного газа, вы увидите, что и там есть наметки в этом отношении, да и встречи опять же. Если так посмотреть, то встречи начинают приобретать регулярный характер. Вообще портфель министра Сиярту очень широкий, он даже шире, чем предполагает название министерства, иностранных дел и торговли. Именно поэтому, как бы, с одной стороны встречается со своим коллегой в области внешнеполитической, как вы знаете, во время пребывания в Баку у него стоялась очень продуктивная встреча со своим азербайджанским коллегой, с министром Чехуном Байрамовым, встреча, которая, которую можно характеризовать как очередной этап, если хоть очередной шаг в развитии консультаций межмидовских и стратегического диалога между министерствами. А с другой стороны стоялась встреча с министром экономики Микеалом Джабаровым. Это уже их, если говорить даже в двустороннем формате, уже вторая их встреча, потому что до этого такая же встреча происходила между министрами Сиярту и Джабаровым во время визита Микеала Джабарова в Будапешт по приглашению Петра Сиярту перед президентским визитом в январе тоже этого года. Поэтому диалог он начинает приобретать постоянный характер президента Азербайджана и во время визита своего официального в Будапешт. И в рамках мероприятия, о которых вы упомянули, имеющих место в Баку, говорил неоднократно, что одной из задач Азербайджана является не только повышение политической безопасности Европы в целом, но и укрепление политической безопасности конкретного региона. Поэтому речь шла именно о той линии, которую вы здесь отметили. То есть об укреплении политической безопасности региона путем поставок природного газа в Румынию и далее как бы в Венгрию. Понимаете, дело в том, что упомянули вы и Бухарестское соглашение. Да, зеленая электроэнергия – это еще одна тема, важная очень тема, потому что Венгрия находится в сложном очень положении, она находится в положении зажатом и в области электроэнергии, и в области приводородов. Поэтому для венгерской стороны это не просто, ну, как вам сказать, решение настучных проблем дня. Это еще одно доказательство того, что отношения между нашими странами, они приобретают статистический характер в смысле своей всеобъемлющисти, если хотите, в смысле того, что они и сиюминутные, они не только на сегодня, не только на завтра, на годы, десятилетия, столетия вперед. Поэтому вот эти вот позитивные моменты нашего развития наших посторонних отношений за последние 10 лет, они очень ярко визуализируются в перспективах на будущее. Как известно, Азербайджан пытается уменьшить зависимость от поставок нефти и газа, и поэтому хотел бы у вас узнать дополнительно, как развивается, значит, существует ли сотрудничество между нашими странами в сфере военной, как развивается в сфере безопасности, и есть вот, мол, туризм, образование. И заинтересованы ли венгерские компании, вообще ведомства вкладываться в восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана? Вы знаете, я благодарен вам за этот вопрос, он очень-очень своевременный. Контакты наши, как я уже говорил, носят все объемлющий характер, и это, естественно, не исключает и военно-техническую сферу, потому что всем известно, что Вегрия в военно-технической сфере предприняла уже ряд шагов, буквально в самое-самое последнее время, за последние пару недель. Очень крупные шаги были в области производства боеприпасов, в области совместного с Чешской республикой, с полдингом, колд-цезе, производства легкого стрелкового оружия, как бы потенциал Вегрии в этом отношении ясен. Ясен, и, естественно, незадействие было бы просто грехом. Но я бы хотел остановиться на другой стороне вашего вопроса. Я бы хотел остановиться даже на двух компонентах. Первое – это интерес венгерских компаний в работе, к ведению бизнеса и к вложениям в освобожденные территории нашей страны. И второе – это сфера туризма и образования. В любом порядке. Давайте начнем, может быть, с освобожденных территорий. Знаете, интерес венгерских компаний широк и разносторонний. Я знаю, что очень большое количество венгерских компаний, работающих в области строительства, управления водным хозяйством, развития инфраструктуры, строительства ухных поселений, транспортной области, в области фармацевтики проявляют большой интерес не только к работе, не только к устранению торговок от нашей страны, но и к совместному производству, к вложению. И вы знаете, не случайно, что об этом сказал даже премьер Венгри во время двусторонней встречи с президентом Азербайджаном. Он сказал, что когда речь идет о потребности Азербайджана в инвестициях, пожалуйста, не забывайте про нас, не забывайте про венгеров. Я думаю, что это не просто слава. Это не просто что-то, что должно было прозвучать для того, чтобы еще раз поделить отношения стратегического партнерства. Это нечто большее. Это стратегическая заточенность, если хотите, на вот эти вот именно контакты. Не случайно, что тот бизнес-форум, который пройдет в связи с проведением межправительственной комиссии в Будапеште, как я сказал, уже в середине этого месяца, он встречает совершенно огромным, ничем не ограничиваемым интересом страны венгерских фирм, и венгерская страна была одним из главных инициаторов проведения этого форума. Это с одной стороны. С другой стороны, как вам известно, отношения в области туризма и образования очень активные между нашими двумя государствами. В Венгрии традиционно была одним из дестинейшенов, одним из привлекателей в туристическом плане государств для азербайджанских туристов. Ну а для венгеров Азербайджан перестает быть терроринкогнитой и становится все более и более интересным. И просто огромное количество людей, которых я знаю здесь совершенно на большом уровне, случайно посетили нашу страну в последнее время. Я очень надеюсь, что если мы сможем в дополнение к существующему авиамосту, который обеспечивает ВИЗР, создать что-то с участием азала, мы просто активизируем этот обмен. Что касается образования, то тут как бы несколько составляющих. Это, с одной стороны, стипендиум Болгарику, те стипендии, которые выделяет Игерское правительство, Игерское государство для азербайджанских студентов, количество их до 200 в год. И сейчас количество студентов, которые… Я просто могу привести такой пример. Знаете, до этого вы упомянули Великобританию. Ну, Великобритания – это вполне понятная величина в области образования, в том числе, да, с Оксфордами, Кембриджами и тому подобными всемирно известными учебными заведениями. Но количество студентов в Великобритании наших достигало бытность мою там, если не ошибаюсь, 1800 где-то. Так вот, для интереса, последняя цифра по Венгрии – это 700. Вот сопоставьте две эти цифры, учитывая размеры Великобритании в Венгрии, прошу прощения, это первая вещь. Второе – это контакты между высшими учебными заведениями. Как бы за последнее время я посетил целый ряд вузов венгерских, это и Деврицесский университет, и университет Джонафон Ноймана в Кечке-Мете, и мы пытаемся, и в чем-то уже как бы успешно, потому что есть конкретные наработки по срокам визитов, установить партнерские контакты этих вузов с высшими учебными заведениями в нашей стране. Я знаю, что очень активно и эффективно работает в этом отношении Азербайджанская дипломатическая академия, за что как бы низкий-низкий поклон и ректору Хафизмалеву Пашаеву, и уделяющему огромное внимание этим вопросам про ректору Фаризу Исмаил Заде. Но хотелось бы как бы немножко расширить список тех вузов Азербайджана, которые активно сотрудничают с венгерскими вузами. В этой связи у нас как бы вот уже буквально на повестке дня стоит вопрос превращения тех курсов азербайджанского языка, которые есть в Будапешском университете Элте, это вышло рано, в университете, в полномасштабный центр азербайджанского языка и культуры. Эти планы как бы они в самое-самое ближайшее время должны материализоваться, реализоваться. Вот это вот еще одна составляющая, да, то, что вы говорили по образованию. Вот как-то так. Спасибо большое за исчерпывающие ответы на мои вопросы. Тем не менее я, наверное, буду злоупотреблять и задам вам еще два. Ради Бога, счастлив будет поставить ответ. Как известно, азербайджанские дипломаты за последние полгода и шире два года подвергаются нападкам, нападениям различных радикальных групп, террористических организаций. Мы видели последний, значит, пример нападения на посольство Азербайджана в Тегеране и гибель нашего сотрудника Урхана Аскерова. В этой связи хотелось бы узнать, как вы чувствуете себя в Венгрии, ваш дипломатический корпус, как обеспечивается ваша безопасность со стороны властей, Будапештом. И второе, Венгрия, в принципе, выделяет среди других государств, в том числе европейских, их интерес к тюркскому миру. Мы знаем, что они активно участвуют на официальном уровне, по-моему, если не ошибаюсь, как наблюдатели в работе организации, которые вот тюркский мир, вот тюркские тюркорязычные, тюркские государства. В прошлом году они участвовали в Средней Азии, если не ошибаюсь, проходило в Самарканде или нет, я могу ошибаться. Этот интерес из чего проистекает? Роскошные вопросы. Я отвечу на первый сначала, чтобы покороче, а по второму придется отвечать более развернутым. Не знаю, сколько у нас времени, но вы меня скорректируете. Понимаете, вопрос очень правильно вы задали в отношении безопасности. Я понимаю, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, поэтому без нашего активного участия и соблюдения необходимых норм безопасности ничего добиться не удастся, поэтому все, что необходимо делать в организационном плане внутри посольства, мы делаем. Но, тем не менее, нельзя списывать и отношения местных властей. Я могу сказать, что с одной стороны, конечно, и социополитическая обстоятельства другая здесь, поэтому здесь чего-то подобного вряд ли приходится ожидать, но раз в жизни стреляет даже палка. Поэтому нужно быть готовы, конечно, к такой ситуации. Что я вам могу сказать? Мы неоднократно, несколько раз, и вот последний раз буквально после этой трагической ситуации, после нападения, террористического нападения на посольство Азербайджана в Тегеране и повлекши за собой смерть, гибель одного из наших сограждан, так вот после этого мы еще раз вышли на контакт с венгерскими коллегами. Ситуация какая? Они практически не обеспечивают физическую охрану на постоянном основе, то есть они не делают постов, исключений очень мало для иностранных посольств. Чего нам удалось добиться, и это было еще до Тегерана, это того, что увеличилось количество патрульных машин, которые проезжают и как бы осуществляют такой мобильный контроль за безопасностью посольства, как известно, посольство Азербайджана располагается в районе площади Октагон, где очень много на Октагоне, на проспекте Андраши, очень значительное количество депрессий, и вот количество машин, проезжающих по маршруту, проходящих мимо нашего посольства, было увеличено. Оно было увеличено в рабочей дни с одной до двух машин в час, а в выходные дни с одной машины в два часа до ежечасного маршрута. Так вот, как вы понимаете, это не решение проблемы, поэтому наши контакты продолжаются. Главное, что венецкие коллеги нас понимают, они нас слышат, и я надеюсь, что нам удастся преодолеть технические сложности и добиться того, чтобы перед посольством Азербайджана. Точно так же, прошу прощения, как мы это обеспечиваем для посольства Венгрии, вы чай решали, находился постоянный полицейский пост. Если такой ответ вас устраивает, я перейду ко второму вопросу. Вы знаете, премьер-министр Венгрии в ходе своих выступлений, обоих, как бы, таких программных выступлений в ходе визита президента Азербайджана, отмечал роль организации Тюркских государств для Венгрии. Да, вы совершенно справедливо отметили, что Венгрия является наблюдателем ОТГ, но в некоторых организациях тюркских, как бы, братских и сестерских организациях ОТГ, Венгрия является даже полномасштабным членом. Для Венгрии это продиктуют несколькими факторами. Во-первых, фактором тюркского наследия, как вам известно, каждые два года проходит так называемый Гурултай, организовываем фондом Туран, венгерским фондом Туран, посвященный тюркскому наследию этой страны. Чередуется он обычно в те годы, когда не бывает этого Гурултая, проводится другое мероприятие, которое они называют фестивалем премиков. И оно тоже заточено как бы под единые тюркские корни. Это с одной стороны. С другой стороны, не случайно в Миде Венгрии существует определенное направление, которое называется восточная политика. Это одно из ведущих направлений внешнеполитической деятельности. И, как не раз отмечал премьер-министр Венгрии, для этой страны оно является ведущим и в меньшей степени, чем западное направление, направление, связанное с членством ЕС. Это второй фактор. Третий фактор, наверное, это готовность Венгрии, точно так же, как Венгрия стала продолжением организации Туркских государств в Европе, я имею в виду Будапештский офис, точно так же стать продолжением вот этой вот энергетической торговой логистической оси, которая с использованием серединного коридора пройдет через Азербайджан и должна будет найти свое логическое завершение именно на европейском континенте, на европейском континенте, а как и не в Венгрии. Именно в качестве основной части вот этого видит себя Венгрия сейчас. Спасибо большое, Тайр Мэллим, за то, что нашли время и в очередной раз, как говорится, проявили ваше мнение моего канала. Спасибо вам большое за то, что вы меня пригласили. Я просто хотел, если позволите, закончить маленьким советом. Десяти секунд. Я, на самом деле, очень предлагаю нашим слушателям обратить больше внимания на Венгрию, потому что роль страны в системе внешнеполитических, внешнеэкономических отношений в области безопасности другой страны диктуется не только ее размером, не только количеством ее населения, а диктуется тем фактором, который очень редко вспоминают, даже когда сейчас освещают визит господин президента Венгрию, а именно общностью целей, общностью идеалов и общностью основанных на этих двух столпах, если хотите, планов на будущее. Спасибо большое. Уважаемые зрители, я вам еще раз напоминаю, что в эфире авторский ютуб-канал «Современный разговор» с Расимом Бабаевым, мой сегодняшний собеседник, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Венгрии Тайр Тагизаде. Спасибо большое, Тайр Малим, еще раз. Не буду вас задерживать. У вас очень такой плотный график рабочий. Еще раз спасибо. До новых встреч. Всего вам наилучшего. Спасибо большое, Расим Малим, что вспомнили про меня. Очень-очень рад был вас видеть. Всего хорошего. Доброго дня. Субтитры сделал DimaTorzok